Мы имеем сейчас как раз возможность узнать, увидеть нашу Настю, которая продолжает работать в Донецкой области, за что ей огромная благодарность. Сейчас нам Анастасия расскажет и о Несокрушимусе Тогорске, и о других населенных пунктах. Настя, тебе слово. С Днем Независимости Украины. С Днем Независимости и вас, коллеги. Начну, пожалуй, с оперативной обстановки в области. Так, утром российские войска обстреляли околицы Краматорской громады, повреждены частные дома. Также посреди ночи под удар оккупационных войск попал населенный пункт Прелестная Черкасская громады, повреждена ферма. В результате обстрелов один мирный житель был убит, еще четверо ранены. На самом деле обстрелы Донецкой области, как и моей родной Луганской области, проходят ежедневно. Российские войска вымещают свою злость за неудавшиеся попытки штурмов на мирных жителей, убивают детей, взрослых, калечат их и лишают нажитого имущества. Именно так выглядит русский мир. Здесь, в Тогорске, мы нашли место, которое хранит последствия такого русского мира. Это здание городского совета. В прошлом году этот населенный пункт три месяца находился в оккупации. Вы только посмотрите, во что российские войска превратили некогда курортный город. Вы же видите, очень много осталось наскальных рисунков после россиян, которые пытались тут сделать штаб себе. А вот эти названия – это, скорее всего, бурятские речки какие-то, населенные пункты. Потому что штурмовали Святогорск бурятские подразделения. Можем увидеть тоже подобные цитаты, которые они оставили, следы и разрушения. А зачем они расписывали стены? Ну, может, хотели оставить след. Хоть что-то. Но нормальные люди оставляют культуру, созидают это разрушение. Наскальные рисунки. С 12 сентября украинские войска смогли деоккупировать Святогорск. Сегодня город уже пытается восстанавливаться и оживать. Несмотря на то, что тут до сих пор нет централизованного водоподведения и водоотведения, ведь починить это не могут из-за сильных повреждений и отсутствия доступа к квартирам. Жильцы, которые покинули город, местная власть, готовятся к зиме. Предлагаю послушать. Ну, наразе максимально... Сейчас мы работаем максимально с международными организациями, чтобы выдать людям теплые вещи. Матрасы, одеяло, колориферы. Их они уже получили, собственно, еще весной. А сейчас информируем, что люди имеют возможность получать субсидию на электричество, установить зональные счетчики. То есть с этим проводится постоянная работа. Я надеюсь, все-таки, что люди будут обращать внимание на свою безопасность и будут, в принципе, эвакуироваться. Потому что линия фронта, она не поменялась. Если есть неопределенность, то необходимо выезжать в шелтер, выезжать в подготовленные места. Они есть на территории Украины, они есть за границей. Потому что много людей и организаций пытаются помочь Донецкой области. Поэтому реальная возможность выехать есть. По длине меня находится Святогорская лавра. Сегодня там проводят богослужения. В Святогорске живут около тысячи человек. В городе есть бесплатные душевые, прачечные. Ежедневно люди получают бесплатные горячие обеды. В течение вчерашнего дня мы подготовили сюжет о том, как сегодня живут люди в несокрушимом Святогорске. Предлагаю вам посмотреть наш материал. Святогорск находился под российской оккупацией с 5 июня по 12 сентября прошлого года. За 3,5 месяца путинские войска почти на 80% уничтожили городскую инфраструктуру. В оккупации оказалось 550 жителей Святогорска. На данный момент в этом населенном пункте проживает 950 горожан. Всего в общине сейчас остается 2600 человек. Сегодня в Святогорске нет воды, а в холодное время года не будет централизованного отопления. Тем не менее, жители Святогорска пользуются бесплатными душевыми. В городе работает прачечная. Люди ежедневно получают горячие обеды. Работает социальный транспорт. Город продолжает жить. Святогорск пережил многое. Российские оккупанты не пожалели даже Святогорскую лавру. На этих кадрах масштабный пожар, охвативший территорию Всехсвятского скита Свято-Оспенской Святогорской лавры. Однако сейчас, после ряда восстановительных работ, здесь продолжают проводить богослужения. С главой Святогорской общины мы встречаемся в центре населенного пункта. Он показывает, чем сегодня живет город. Благодаря международной поддержке, международным донорам у нас социальная прачечная работает с марта. Тут шесть стиральных машин и четыре сушилки. Примерно в день они обслуживают 25 людей. Это нам очень помогает, потому что пока вопросы по водоснабжению и водоотведению решаются в городе Святогорск. Но такие проекты, они очень важны, потому что люди должны чувствовать, что они все-таки социально защищены, имеют возможность постираться, покупаться, даже в таких условиях, какие есть. Ольга в прачечной ведет учет всех, кто желает постираться. Говорит, очередь на месяц вперед. Сентябрь у нас уже заполнился. А сколько можно постирать одному человеку утром? Две стильки. Две машины. Нет, нет. А они тут могут и через две недели приходить. А это очередь за бесплатными обедами. Самое вкусное, что здесь уже ели, что понравилось больше всего. Так, все. Вкусно готовят. Рыба, печенка, мясо. Самое такое вкусное для вас, да? Сегодня будем готоватые. Сегодня будем кормить людей кашей и жареной печенкой с луком. Также салат из капусты и свеклы. Пелюстка называется. Ежедневно международная организация бесплатно кормит около 900 жителей общины. Каждого дня люди отримают. Ежедневно люди получают горячие обеды. Буквально все горячие обеды мы стараемся тут раздавать на месте, где они могут присесть и поесть. Могут с собой взять. И по городу мы развозим с 12 до часу дня. У нас 5 точек по городу. И еще мы ежедневно кормим Богородичное, где сейчас 33 человека. Каждый день они получают гарнир. Примерно идет 200 граммов гарнира, примерно идет 140-200 граммов мяса, тушеных овощей и салат. Каждый день готовим все свежее. А так выглядит социальная душевая. Она открылась 1 апреля этого года. На разе тут бак. Сейчас тут бак на 1200 литров воды. 25 людей сюда каждый день записываются в очередь. День мужской, день женский. Есть люди, которые обслуживают этот модуль. Это все за грантовые деньги доноров. Мы работаем, ведем запись. По запись люди приходят. Но я вам говорю, если человек может прийти просто вот с ненадска, я скажу, пожалуйста, проходите. Если есть возможность, покупать мы купаем. Сейчас мы ожидаем продления нашего проекта. Сами наши доноры Триангл Модуль, это французская фирма, это французские доноры. Надеемся, что еще продлят, потому что проект очень популярный, очень востребованный, очень необходим в наших условиях, поскольку нет воды. Есть в городе и волонтерский центр, где люди могут получить гуманитарную помощь, как одежду, так и еду. То, что вы сейчас видите, это резерв гуманитарной помощи для тех людей, которые могут вернуться. У них нет своих вещей, но тут они могут получить и гигиенические наборы, и продовольственные. Привозят хлеб до нас. Привозят хлеб к нам. Люди получают социальный хлеб. Каждую неделю привозится 500-600 буханок. Все получают тут люди. И лекарства, и врачи без границ приезжают к нам, в поликлинику. Ходит социальный автобус. Во вторник в Славянск, а в четверг в Краматорск. Несколько дней тому назад в Светогорске снова заработала автозаправочная станция. Пока что здесь можно заправить машину дизелем и бензином. Но представители АЗС обещают в скором времени доставлять сюда и газ. Марина и Виктория – сестры, живут недалеко от города. Говорят, открытие заправки позволило им наконец-то вернуться к работе. Потихонечку идем. Много людей. Много еще, да. Маловато еще. Маловато еще. Мы же не проезжая часть здесь. Мы находимся немножечко к нам. Надо, чтобы знали, что мы работаем. Мы там телеграмм сбросили информацию. Люди знают. И почему? Очень важно, потому что нет больше ближайших заправок. Только славя с 30 километров, изюм 30 километров, конечно. Газ, люди, газовые баллоны. Так что заправка нужна. Сегодня в Светогорске ощущается острая необходимость в строительных материалах. То, что людям не могут предоставить гуманитарные организации или местная власть, они покупают в единственном работающем здесь строительном магазине. Это дает возможность сэкономить средства, чтобы не ехать за необходимым в ближайшие Славянск или Краматорск. На разы приблизительно 518. Сейчас примерно 518 домохозяйств остается в Светогорске, в которых люди пытаются жить. Полторы тысячи людей не имеют собственного жилья, потому что оно разбито. Очень большой процент, примерно 1300 домов повреждено. Это по общине. Светогорск является административным центром общины. То есть все населенные пункты без исключения были на линии соприкосновения. Если говорим про деоккупированные, то в нашей общине их несколько. Это Богородичная, Мазановка, Долина, Краснополье. Сегодня Светогорск находится всего в 35 километрах от линии фронта. Здесь периодически слышны звуки боевых действий. Из-за близости линии фронта и постоянных боевых действий местная власть здесь также не может наладить полноценную жизнь. Но в беде людей не бросает. Уже сейчас вместе с международными донорами готовятся к предстоящей зиме и обеспечивают мирных жителей теплыми вещами, одеялами, колориферами. Также сейчас идет информирование о возможности получения субсидий на электроэнергию. Будут открыты пункты обогрева. Анастасия Волкова, Артем Воронин. Из Светогорска. Для телеканала Freedom.